Несмотря на то, что немецкий рынок недвижимости весьма стабилен, ситуация на нем год от года все равно меняется. Поэтому стоит сказать несколько слов о текущем положении, что происходит у нас во второй половине 2019 года, какие тенденции должны определять стратегию интересов. Что происходит и что будет происходить с ценами в Германии? Принято считать, что недвижимость в Германии практически всегда дорожает, при этом разумными темпами. Нет скачков, в этом и заключается стабильность. Но в последние 10 лет ситуация изменилась. Стабильность и низкие процентные ставки вызвали спрос, который иначе, как ажиотажным, я назвать не могу. Что мы имеем сейчас? Например, с мая 2018 года по мая 2019 цены на квартиры выросли на 10%. Это самый высокий показатель за последние 6 лет. Новые дома подорожали почти на 8%, вторичка почти на 9%. Это очень существенные цифры. Страна остается привлекательной для иностранных инвесторов, но на них приходится более 40% объема заключенных сделок в 2018 году. При этом в последние 2-3 года гораздо активнее в недвижимость стали инвестировать сами немцы. Они забирают деньги с депозитов, так как банки не способны обеспечить разумный доход, и вкладывают в недвижимость. Особенно в абсолютных цифрах впечатляет рост в городах-миллионниках. Средняя цена квадратного метра в Мюнхене в середине 2019 года около 7500 евро, в центре почти 10 тысяч за квадрат. При этом более всего за последние десятилетия дорожают вовсе не города Большой Семерки, то есть не немецкие миллионники. Например, квартиры в Лейпциге, крупном городе в Саксонии, но не мегаполисе, за последние десятилетия подорожали сильнее. Национальный банк Германии примерно два раза в год выступает с примерно одним и тем же заявлением. Прогнозирует появление на рынке пузыря и грядущее возможное падение цен. Как относиться к этим словам? Во-первых, не надо забывать, что Центробанку важно, что называется держать рынок. И если его руководство считает, что он перегрет, оно выступает с подобными заявлениями, в том числе, чтобы чуть охладить интерес инвесторов. Во-вторых, ЦБ должен учитывать интересы простых немцев, а рядовые мюнхенцы, да и берлинцы уже не могут позволить себе приобрести недвижимость и вынуждены либо переезжать в другие города, либо арендовать. Цены слишком высоки, а это говорит о том, что рынок не совсем здоров. Да, есть исследования, согласно которым в ближайшие 2-3 года цены на жилые квадратные метры в Мюнхене, Берлине и в Гамбурге будут падать. Авторы этих работ отмечают резкий десятилетний рост, а также тот факт, что арендные ставки не успевают за ним. Что имеется в виду? В Германии большинство инвесторов все-таки рассчитывает на прибыль от аренды. У них есть определенные ожидания по доходности. Если же прибыль падает ниже ставки рентабельности 3%, то за вычетом налогов и других сопутствующих расходов недвижимость становится неинтересно с точки зрения заработка. Бесспорно, рынок сейчас несколько перегрет, но наряду с этим, с одной стороны, темпы строительства, особенно жилья, недостаточные для удовлетворения спроса. С другой, снижается число интересных для инвесторов предложений. Раньше на поиск объекта требовалось 2-3 месяца, сегодня приходится закладывать от 9 месяцев до года. Но снижение качественных предложений делает рынок более здоровым. Интерес инвесторов, сосредоточенный еще несколько лет назад на крупных городах, перетекает в населенные пункты поменьше. Например, в Берлине в 2018 году сделок было заключено на 13% меньше, чем в 2017, а в городах категории D самых маленьких от 10 тысяч жителей оно выросло на 23%. В Германии не хватает объектов эконом-класса и социального жилья. Более дорогие сегменты люкс и эконом-плюс перенасыщены предложениями. С учетом уже одобренных разрешений на строительство, можно сделать вывод, что этот сегмент вскоре пополнится новыми объектами. Поэтому некого охлаждения, если где-то и ждать, то именно здесь. Но мыльный пузырь? С этим определением, думаю, не согласится никто. В Германии нет нездорового соотношения спроса и предложений. Да, рынок одновременно можно назвать и переоцененным, и недооцененным. В одних локациях стоимость квадратного метра пока занижена и ожидается ее рост. Есть регионы, где цены близки к пиковым. Но главное, у немецкой недвижимости не так много альтернатив. И для долгосрочной инвестиции на 20-30 и более лет все равно самые интересные направления крупные и средние немецкие города, рост которых в долгосрочной перспективе несомненен. В следующей серии проекта «С чего начать выбор объекта для инвестиций». Подписывайтесь на обновления YouTube-канала Прианру, ставьте лайки, спрашивайте и комментируйте.